Утром у нас была хорошая тренировка, так уже эта нагрузка появилась на игре. Сейчас будут играть другие игроки, я надеюсь, что мы в этой игре победим и будем готовиться к следующим играм. Понятно, что результат контрольных матчей не главное, но тем не менее, наверное, вам в любой игре хочется победить. Конечно, в любой игре надо побежать, но тоже надо смотреть за тем, что у нас идут сборы, и мы готовимся к чемпионату в Лиге Европы, и надо дать всем шанс, чтобы все себя показали. Конечно, это не игра, которую болельщики ждут от нашей команды, но надо смотреть, что у нас хорошие нагрузки идут. Сейчас во втором тайме выйдет на поле твой коллега, молодой голкипер Алексей Баштаненко. Что можешь о нем сказать, как он работает, какое впечатление на тебя производит? Нет, это голкинг хорошо с нами, уже тренируется долгое время, почему ему не дать шанс? Это сборы, товарищеские игры, надо тоже, чтобы он только не тренировался и набирал игровую практику. Он хорошо себя готовит, и я не проживал за него, чтобы он с этим не справился. И, пожалуйста, о себе несколько слов, как говорится. На какой стадии твое восстановление сейчас, когда можно ждать уже твоего возвращения в игру? Ну, игру еще не знаю, тяжело сказать, потому что я уже практически готов, но я пару дней забарал, так не тренировался. Можно сказать, что все пропало, то, что набрал, так все пропало. Надо сейчас больше заниматься тренировками и готовиться, потому что много сил нет, физически еще не готов. И как бы ничего у меня не болит, эта травма, что у меня была, это меня не беспокоит. И я очень рад за это, но жалко, что потерял время за счет температуры и не мог уже готовить себя, потому что я думал, что я уже был готов играть. С приходом Дениса Бойко конкуренция среди вратарей Днепра очень сильно увеличилась. Так у нас всегда была конкуренция, Игорь Варцаба тоже показал, что он может играть в Днепре. Денис Шелихов тоже хорошо выступал, жалко, что он получил такую тяжелую травму и выпал на полгода. Ну, и пришел Денис, говорит, что конкуренция всегда это здорово. И я не думал только, что с Денисом пришла конкуренция. Говорил, что Игорь хорошо стоял в конце чемпионата и показал, что может играть. Большое спасибо, пожелаем скорейшего набора наилучших кондиций, возвращения на поле. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!